Жизнь человека — это природа. И поэтому вот эти три элемента я соединил в этом месте. Я долго искал это место, 10 лет я искал это место. Значит, и вот это соединение природы... Все проекты, которые идут на мельнице, они обязательно должны иметь все три элемента. И там что происходит? Там ищется способ, как создать свою жизнь, как ты создаёшь произведение искусства. То есть создать свою жизнь, как произведение искусства, используя опыт всех поколений, которые создавали искусство, и теперь этими способами начать не восхищаться и так далее, а просто их использовать для своей ежедневной жизни. И вот там огромное количество проектов, очень много студентов тут приезжают для того, чтобы в это всё окунуться, этим жить и так далее. Тоже вот сайт «Молензон», «Жёлтая мельница», это, значит, можно вот в этих проектов участвовать. Есть в Москве, значит, у меня «Корабль дураков», это организация, значит, которая занимается уличным театром. Значит, тоже там есть сайт, и тоже кто хочет... Там всегда сообщается за много месяцев вперёд, какие фестивали, какие проекты делают и так далее. Есть «Академия дураков», где дураки слетаются в стае, веселятся и учат другим, другим быть счастливым. То есть все эти проекты, там их, условно, 12, они существуют параллельно, и во всех них можно поучаствовать. И для этого нужно просто через эти сайты найти... Да, просто определиться, где хочется участвовать. Да, выбирать. А правда, что на мельнице у вас человек, который приезжает, на следующий день уже должен интегрироваться в эту структуру мельницы, что-нибудь делать? Ну, во-первых, во всех моих проектах нет публики, есть только соучастники. То есть мне неинтересно, публика, кто приходит и посмотрит. Во всех проектах все, кто хочет, могут участвовать. И только они попадают. Вот, например, на мельнице в последнем проекте «Как научить голубя летать» тысячи человек пришли с крыльями. И они долго готовились, и они создавали свои перформансы и так далее. Это просто публика из соседних сёл, или приехал там из Нью-Йорка, или ещё одного. То есть эта формула намеряется просто. Значит, если кто-то приезжает, на втором деле он считается частью семьи. То есть он берёт для себя все обязательства, которые берёт семья. То есть поливать, умывать, готовить. А готовим мы еду, например, так, что нам вкусно готовить обычную еду, поэтому мы расписываем цветную неделю. В понедельник только красная еда, во вторник только жёлтая еда, в среду только сиреневая еда. Бывает, когда человек одевает просто очки. Это вот светлый, спокойненький, ест любую еду. Хорошо, да, понятно, конечно. Как вы обманулили диохимию? Честно говоря, я думаю, я бы в середине ответа вас прервал, а, оказывается, нет. Так, сколько у вас жёлтых толстых?